Добро пожаловаться! Два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги... У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться! Ну, таков наш закон. Всем добрый день. Очередной понедельник. И у нас программа Добро пожаловаться. Жаловаться, вопросы задавать можно нашим уважаемым экспертам, которые будут отвечать на них. С нами председатель правления Товарищества центра консультации собственников квартир, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. И еще также на ваши вопросы отвечает эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Айвар Гонтарев. Добрый день. Добрый день. Телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Ждем ваших звонков, сообщений, писем с вопросами, с проблемами, с жалобами и со всевозможными, уж не знаю там какими, недопониманиями, которые тоже случаются, но тем не менее надеемся, что мы вот в этой передаче можем помочь и даже действительно оказать в том числе не только экспертную, консультативную помощь, но и помощь конкретную. Добрый день. Она уже должна начаться подготовка к зиме, она уже ведется, есть проблемы с поставками стройматериалов, поэтому заказывать работу приходится, учитывая, что материалы не придут сразу со склада, надо будет их ждать. Это первое. И второе, ну надо серьезно смотреть на энергопотребление, потому что я полагаю, что следующий год будет гораздо более тяжелым, чем этот. А что вот с энергопотреблением? То есть меньше там следить, чтобы не выключать лишний свет, хорошо, это все понятно, там воду горячую экономить. Самое тщательное внимание нужно обратить на состояние, на конструкции здания, состояние стен, крыши, вообще вместо возможных точек проникновения влаги в стены, потому что это сразу ведет большие теплопотери. Также нужно обратить внимание на состояние окон, дверей, здания. Именно это, на исправность отопительного оборудования, на его сбалансированность, с тем, чтобы можно было бы наиболее оптимальным путем распределять тепло между домами, внутри дома и таким образом тоже экономить. Но кто этим будет заниматься? То есть я плохо представляю себе, чтобы жители дома начинали... Это задача домоуправления. Это задача домоуправления. Определить критические точки, определить риски того, что может вызвать повышенное энергопотребление, ну и предложить собственникам квартиры устранить план мероприятия по устранению. Это нормальная будничная работа. Просто я призываю всех очень внимательно к этому вопросу относиться, потому что цена электроэнергии на теплоэнергию уже почти вдвое возросла. И думаю, что к осени это будет далеко не самая высокая цена. Боюсь, что в следующий отопительный сезон мы придем с гораздо более высокими ценами на энергию. Я не говорю даже про электроэнергию, потому что от электроэнергии можно в значительной степени отказаться в бытовом плане. Ну, пользоваться, ну, меньше включать лампочки, как вы сказали. Не держать петенными там аппаратурами, отказаться от какой-то аппаратуры. С теплом так не получится. С теплом так не получится. Отказаться от тепла невозможно. Но вот если, скажем, жильцы считают, что домоуправление не проводит такого рода проверки, вот как их инициировать? То есть обратиться к домоуправу, это должны сделать собрания жильцов или отдельные жильцы могут? Ну, мне трудно сказать, каким образом. Но если мы говорим о такой ситуации, то значит, домоуправление вообще ничего не делает. Мне трудно описать такую ситуацию. Что значит, жильцы должны побуждать? По всем даже нормативным документам, домоуправление должно побуждать жильцов, а не наоборот. Другое дело, что я просто призываю радиослушателей, если вы получаете предложение от своего домоуправления, как бы оно ни называлось, реализовать мероприятие, которое позволит снизить потребление тепла, отнеситесь к ним очень внимательно. И желательно решить положительные вопросы. Учитывая вот эти все растущие счета, каким образом можно, например, вот сейчас наступает летний сезон, они будут меньше, осенью будут больше. Как можно перераспределить эту финансовую нагрузку, договорившись с домоуправлением, может быть, чтобы какую-то часть суммы за отопление, например, в зимний период выплачивать, в летний? Какая-то небольшая часть собственников жилья этим пользуется. Домоуправление может какой-то и очень незначительной части общего потребления, особо нуждающимся сделать такое соглашение и заключить соглашение о том, что нету заплаченной зимой, они погасят летом. Но это не мешает вопросу, это, скажем, невозможно сделать массово, потому что масса денег, которая необходима на отопление, настолько велика, что никакое домоуправление никакими деньгами переживать это не может. Поэтому это может быть очень индивидуальный и исключительный случай. То есть вот мы сейчас подходим к важному моменту, то есть эта практика, на которую, может быть, рассчитывают многие жильцы, ну вот учитывая рост цен, она не может быть массовой. То есть домоуправление тоже не, как сказать, неблаготворительная организация, которая может беспроцентные такие оказывать, ну не знаю, услуги кредитования. Вот что, нужно ли решать эту проблему, не знаю, на уровне самоуправления или правительства, если учитывать, ну вот эти действительно угрозу массовых неплатежей грядущей зимой? Это я уже говорю про следующий сезон. Если еще вырастут... Я понял ваш вопрос, Олег. Я могу ответить так. Тогда нужно вернуться к истории вопросов. В свое время известные политические силы использовали именно этот лозунг, что мы позволим людям не платить зимой полную сумму с компенсацией летом. Это было известно политическое использование РНП. И там действительно была широкая практика, поскольку никто тогда не занимался практикой востребования денег за тепло немедленно. И были какие-то, видимо, либо политические, либо какие-то другие договоренности. И для РНП это сходило с рук. Для нашего кооператива не заплатить сил там, что было невозможно. Для РНП это было возможно с переносом, с полной оплатой летом, в конце лета и так далее. Потом постепенно как-то, видимо, это вышло из-под контроля политиков, и РНП тоже сейчас должно платить полную сумму. Поэтому вопрос о массовых неплатежах для меня стоит так. Это вопрос государства. В цене ни одно самоуправление, ни одно домоуправление, это вопрос. Если возникнет факт массовых неплатежей, то никто из нас эту проблему решить не сможет. Потому что тот же Вигас Силдумс, можно на него обижаться сколько угодно, но он без денег тоже работать не может. И Латвэнерго тоже без денег работать не может. Поэтому вопрос цены, платежеспособности и оплаты этих счетов, это чисто вопрос государства. Опять-таки, получается, эта ситуация в одном доме могут быть 50% платежеспособных, 50% неплатежеспособных. И получается, опять-таки, ситуация, что часть платит исправно, а, скажем, тепло не получает. То есть это тоже какой-то момент несправедливости. Ну, я опять-таки повторяю, если вы говорите о 50% неплатежеспособных, то это уже катастрофа. Это уже катастрофа государственного масштаба. Мы ее обсуждать сейчас не можем, потому что об этом должны думать высшие государственные лица, которые сегодня отказываются от российского газа. Я думаю, что они уже свои дома отключили от этого газа, токсичного, и подключились к газу свободы. Но на самом деле ситуация очень неоднозначная. Не хочу никого пугать, но ситуации очень неоднозначная. Я надеюсь, что все разрулится, но... Ориентируясь на то, что сказал господин Калвитич, что мы покупать за рубли не будем, значит, он будет покупать на доллары, за доллары или за евро, но на споте, то есть на рынке, то есть по высшим ценам. Соответственно, сегодня эти цены, ой, какие невеселые. То есть вот это политическое решение, оно, в принципе, может очень сильно ударить по обывателю, ну, то есть по простому человеку, который получит счета в этом сезоне, но в следующем уже очень высокие. Конечно. Возможно. Вполне возможно. Я не хочу говорить, что это так будет, но это очень высоковероятно, и, во-вторых, очень высоковероятность того, что просто энергии нет. То есть получается, что самого газа может просто не хватить на всех, да? Вы знаете, давайте мы эту тему переложим газом. Я боюсь, я залез далеко не на свою площадку, а я уже уже волосы дым. Нет, но мы, в принципе, ведь обсуждаем тоже насущные... То есть, с одной стороны, это какие-то проблемы, которые действительно должно решать высшее руководство страны, но, с другой стороны, эти решения, они оказывают влияние на жизнь простых людей, и как бы ни говорили нам, что да, вот там за свободу нужно будет заплатить, но там вдруг в соседнем государстве гибнут люди, все понятно, это действительно трагедия жуткая, но если возникнет вопрос массовых неплатежей, то есть это тоже такая драматичная ситуация. Если вот перейти к разговору о мусоре, вот у нас, например, были очень... Были эксперты, которые объясняли, что, например, действительно моменты такие, которые не все знают, что зеркала нельзя, например, выбрасывать в стекло, вот для... в эти контейнеры для стекла, поскольку это совершенно другая специфическая... вот специфический вид мусора, и, например, даже, что нельзя выбрасывать оконные стекла. И вот спрашивали у нас, как можно тогда вот стекло собирать в какие контейнеры, если оконные стекла это не те стекла, которые можно выбрасывать, куда, как их утилизовать? Нельзя много чего выбрасывать. Нельзя полистирол выбрасывать от упаковок. Допустим, вы покупаете обычную электронику, она вся обложена полистирольными формами. Это тоже нельзя в пластмассу выкидывать. Есть масса нюансов, о которых наши мусорщики сообщают по мере так. Захотели – сказали, не захотели – не сказали. Но есть такое понятие, как строительный мусор. То есть есть бытовые отходы, есть крупногабаритные отходы, есть строительный мусор. Эти дефиниции достаточно четко расписаны. Зеркала, оконное стекло и вообще стекло промышленного применения – это стеклоблоки, допустим, строительные. Еще там есть элементы строительные. Это все относится к строительному мусору. Он вывозится и утилизируется несколько по-другому. Если мы говорим о сортировке, так и остался вопрос нерещенным, а что делать с сортировочными контейнерами, куда их ставить. Обещанных площадок общественных, где можно удобно отнести сортированный мусор, нет. Обещанных площадок приема крупногабаритного мусора тоже нет. То есть наша власть сказала, что она совершила реформу, перераспределила рынок и на этом успокоилась. На этом вся реформа закончилась. О зеркалах этот вопрос ни в одной инструкции, ни в одном из записаний, что я получал от обслуживающих мусоркомпаний, не было о зеркалах. Кто-то случайно наткнулся на эту проблему. А нет, мы это не принимаем. Я могу сказать еще, что нельзя выбрасывать. Нельзя выбрасывать глянцевые журналы к бумаге. Это не бумага. Нельзя ламинатную продукцию выкидывать к бумаге. Это не бумага. Это то, что тоже нам удалось. Но скоро начнут говорить, что нельзя в упаковку выбрасывать грязное. То есть любую упаковку, которую вы использовали от сока или от сметаны, вы должны сначала помыть, а потом бросать. А если будет не мытое, то выкинуть. У нас, между тем, вот есть звонок. Здравствуйте. Доброе утро, Александр, меня зовут. Я бы хотел людей призвать по поводу покрышек. Многие не знают, что в Риге принимают от одного частного лица четыре покрышки. Это возле бывшего комбината. Существует у нас там, не существует. Это вообще куркаунс. Ну, не выбрасывайте вы в лесу, не выбрасывайте вы возле дорог или возле частных мусорных контейнеров. У нас, как ни утро, встаешь возле контейнера, уже одна-две по покрышке валяются. Ну, неужели трудно вам довезти туда? Ну, не будьте же вы такими свинями. По-другому мне слов нету. Все, спасибо. Спасибо. Справедливо, эмоционально поддерживаю полностью. Потому что есть возможность и на шиномонтаже за копейки сдать эти покрышки. Есть возможность отвезти бесплатно, если у тебя этих копеек нет. Хотя сейчас бензин будет стоить дороже, чем сдача на шиномонтаже. Но, тем не менее, народ тащит покрышки, по вечерам вытаскивает свой мусор в чужие дома. Это все и есть. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот у нас ходит машина ночью, которая чистит якобы дороги. Огромная, свистит, гудит. Это в 4 часа утра. В прошлом году вообще в 2 часа ночи, в 3 часа ночи. Почему так? Как сделать так, чтобы они хотя бы в 10 вечера, в 11 вечера ходили? Вы понимаете, окна, у нас узкие улицы, это древенью, агент сказал, ну вот здесь вот. Узкие улицы и шум страшнейший. Спасибо. Ну, это вопрос департаменту сообщения Веческой Думы, кто обслуживает эти дороги, потому что такие машины, как правило, они обслуживаются городом, такие участки. Надо задавать им вопрос, почему нет. Ну, есть случаи, я могу сказать, что есть случаи, когда, наверное, техника должна работать, не создавая проблем для движения, но конкретно этот департамент сообщения. Да, доброе утро. Здравствуйте. Еще звонок. Здравствуйте. Да, тоже хочу задать Сергею Семеновичу небольшой вопрос по поводу контейнеров. Это в 8-м границ, на каждом доме, вернее, при каждом доме стоит свой мусорный контейнер. Теперь и независимо, зеленая зона, асфальт, в принципе, разницы нет никакой. Главное, что у каждого дома свой зеленый контейнер, санкровки никакой нет. И, естественно, сейчас были ветра, весь 8-м границ превращается в одну большую помойку. Так вот, на опросе, по конкретному дому, МС-3А, на зеленой зоне стоит зеленый контейнер. Хотя, с другой стороны дома есть асфальтированная площадка. Куда обращаться, чтобы зеленые зоны убрали мусорник и переставили на асфальтированную площадку, которая прилегает к этому же дому? Спасибо большое. Вопрос размещения контейнера перед домом, а он должен, если мы будем строго следовать правилам логической думы, то их должно быть как минимум три. Это вопрос согласования между собственниками квартиры и домоуправлением. Если вы считаете, что у вас есть другая площадка, с другой стороны дома, согласуйте это с домоуправлением. Но не забывайте, что контейнеры должны располагаться так, чтобы компания, которая вывозит и обрабатывает эти контейнеры, могла в одно движение иметь к ним доступ. Короче говоря, если вы ставите за домом, и у вас есть асфальтированная дорожка к вашему подъезду, то есть подъездной дороге, то да, вы там можете ставить контейнеры, но вы сами должны их выкатывать в дороге. И это сразу убивает всякую вашу идею. Если так, то тогда работники компании не побегут за дом искать ваш контейнер. То есть вы должны его подкатить прямо на дорогу, а поскольку график вывоза пишется так с 7 утра до 22 вечера, то вот посчитайте, какое время этот контейнер должен стоять у вашего дома. Примерно такая ситуация. Дело в том, что вообще вопрос с контейнерами, с контейнерными площадками должен решаться городом, и должны быть создаваться централизованные на группу домов контейнерные площадки, и, соответственно, должна меняться форма оплаты. Пока мы этого не сделаем, у нас не будет культурных контейнерных площадок, у нас не будет сокращено количество лишних телодвижений и движений транспорта по этому поводу и так далее. Ну, на самом деле, сегодня, ну, есть распоряжение Реческой Думы, которое решило, что самое зеленое решение это поставить у каждого дома, независимо от того, есть место, нету места, разметает, не разметает, поставить по три контейнера. К середине года будет четыре контейнера. А что еще? Какой еще один контейнер? Биологический отход, гниющий. Ой. То есть, получается, а если нету места для четырех контейнеров? А вы читайте правила Реческой Думы. Дума управы должны быть. И получается, что еще нужно это... Никого не волнуйте, есть у вас место, нету. Там же был уже один комментарий, я читал, работница Реческой Думы, которая, видимо, очень высоко профессиональная, она сказала, «Ну, ничего, поставьте четыре маленьких. Нету места для четырех больших, поставьте четыре маленьких». Она, конечно, поняла, что сразу каждому контейнеру должна подъехать отдельная машина, если мы поставим четыре маленьких, то каждому контейнеру надо будет в два или в три раза чаще подъезжать. Ну, она же все поняла, считала Реческой Думы, все знает. У нас следующий звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Такой вопрос. Живу в многоквартирном доме со старыми стояками, там им уже 50 лет. Жильцы между собой, как и везде, не могут договориться. У кого-то замуровано, заделано, не хотят менять. Но я, когда в шахту у себя в квартире заглядывал, я вижу, что вот-вот там уже эти трубы, особенно там холодная вода, потеки, шишки ржавые, вот-вот рванет. Могу я на основании этого вызвать аварийную, чтобы поменяли трубы, если я живу на втором этаже? Либо надо ждать, пока фонтан начнется. Спасибо. Сложный вопрос. Можете. А в аварийке я не знаю, кто оплачивает. Вы можете делать только одно. Сначала констатировать при помощи эксперта вопрос о том, что у вас трубы не в таком состоянии, что не подлежат дальнейшей эксплуатации. За свой счет их заменить и после этого предъявить счет домоуправления. Так примерно это выглядит. Очень грубая схема. Но проблема в том, что вы понимаете, трубы не только снаружи, они в ужасном состоянии, чаще всего там неприятности происходят именно в этой части, которая перекрытия. Поэтому просто в доступном месте от потолка до пола отрезать трубу и поставить на этот участок новый, это еще далеко не решение проблемы. Поэтому мы вам советуем в этой ситуации. Страхуйте с подростками. Вы, конечно, должны вызвать инженерального управления, потребовать, чтобы вам исправили, зафиксировать бумаги и факт вызова, и результаты осмотра. Но трудный вопрос. У нас законодатель не подразумевает. Но сейчас вот вроде бы есть закон, я не знаю, как он начал или нет работать, о том, что если жрец такой квартиры препятствует к ремонту необходимым, подтвержденным экспертным заключением, то можно войти в эту квартиру с полицией. Ну, как это вот в данном случае, когда тебе надо ломать что-то, будет работать? Может, Айвар что-то скажет? Ну, ты прав, Сергей прав, да, что можно входить, но если это дом РМП, так делайте так, как Сергей сказал, что вызывайте просто инженеров, пускай они констатируют факт о времени ситуации, что эта труба может принести вред. И тогда, скорее всего, должно быть все исправлено, потому что это такая стандартная ситуация, когда вот у меня вот пока я руководил, был тот прямой канал ко мне, и по таким вопросам жители мне писали. Я направлял просто инженеров просто менять определенный кусок и все, чтобы закрывать вопрос. Потому что также были ситуации, когда жители покупали квартиры, начинали ремонт, а открывали те места, которые были исторически закрыты для доступа, да, и тогда вот они увидели квартиру Маслова, или как там называется, да, они ожидали, да, что нам сейчас сделать, но не увидели трубы в таком состоянии. Они же понимают, что они сейчас сделают ремонт, и как зальют, так зальют. Это просто нужно вызвать, и пускай работает, потому что, как к себе прав, это обязательное мероприятие, и тут нет вопросов сделать или нет. Вопрос, как это именно сделать, чтобы не навредить никому, не было варенья ситуации. Еще раз повторюсь, застрахуйтесь, прежде чем решать эту ситуацию, застрахуйтесь. Потому что на самом деле есть еще один очень плохой момент, когда ты трогаешь такую трубу, вот она в общем, в ужасном состоянии, не подумал, в одном месте, она начинает быстро сыпаться по всем этапам. Поэтому я вас призываю, страхуйтесь, страховые компании из домоуправления научились здесь. Так что лучше, в первую очередь, застрахуйтесь, потом боритесь за травм. И вот если это ситуация не с РНП, а с другим домоуправлением, тогда что-то меняется или нет? Нет, это все одинаково. Я могу сказать, у меня практически все трубы поменены, за исключением нескольких квартир. Документально оформлен отказ от замены стояков, и сейчас они начали рваться, и я вам скажу сразу, эти люди платят величные деньги за то, что они не допустили в свое время до ремонта. Они гасят весь счет. Ну, то есть, они получают по заслугам, и это такой урок для тех, кто не хочет пускать в квартиру для осмотра. Вы знаете, я считаю, это одно и другое. В нашей стране слишком много демократии. Если эксперты говорят, что скоро взорвется, ну, я не понимаю, но если это относительно газа, то газ прекращает подаваться. Если говорят относительно воды, мы продолжаем ее качать, зажидая, когда он взорвется. Мне такая политика непонятна, честно говоря. Здесь должны быть механизмы, которые принуждают вообще делать безоговорочно такие ремонты, потому что здание, которое отстояло 50-60 лет, и в нем не заменены трубы, это бомба. Только водяная. Ну, то есть, это рано или поздно обязательно рванет. Не рано или поздно, а обязательно рванет. А уж утром или вечером, ну, какая разница. Да, мы вот, по-моему, все-таки не договорили про мусор. Если вот получается, что 4 контейнера, и туда столько сложностей. Вот мы говорим о том, что нельзя зеркала, нельзя оконные стекла, нельзя глянцевые от журналов странички, нельзя ламинат. Вот есть ли какой-то, например, ну, какие-то правила, потому что мы говорим о том, что столько всевозможных вот нюансов, и простому человеку, наверное, удержать это в голове каким-то образом, это очень сложно. Есть ли какой-то вот, ну, доступный свод правил, и что делать, если, например, люди, ну, нарушают, ну, то есть начинают, ну, продолжают бросать ламинат к бумаге, там, глянцевые журналы? Значит, я отвечу так, что мы, та информация, которую по сортировке нам предоставляют в компании, мы ее публикуем. И периодически, по правилам Вечерской Думы, мы должны дважды в год освежать знания людей в этом вопросе. А каким образом? Это где-то вывешивается? То, как может, кто считает наши деньги. Все считают свои деньги, поэтому не мусорная компания доводит до сведения клиентов, а мусорная компания считает, что клиент Домоуправления, оно уже само по квартирам должно за свои деньги в распространстве этих информации. Ну, на сайте, письмами, объявлений, тут вариантов не так много. А, скажем, по конте, по тому, что делать, но есть же правила, что Домоуправление обязано организовать места сбора крупногабаритного мусора, а должно организовать работы так, чтобы строительный мусор не собирался, а тот его производит, медленно вывозит. То есть это все возложено на Домоуправление. А есть ли земля? Нет земли. Есть там возможности? Нет. Никого не уйдет. Сегодня так поставлю. Да. Буря, которая прошла на этих выходных, каким образом, ну, вот эти все последствия бури, это я понимаю, что и поломанные ветки деревьев, и, может быть, там где-то сорваны, не знаю, там сушилки порушенные, там как это с этим, кто разбирается, каким образом это все происходит, последствия бури ликвидируются? Ну, на земельных участках, которые принадлежат Домоуправление, там, где это общегородские дороги или городская земля, там город разбирается, а на участках, принадлежащих к Домам, разбирается Домоуправление. И в Домах тоже есть там некоторые повреждения, где больше, где меньше. Буря была очень серьезной, и кое-что сломалось. Ну, это вопрос Домоуправления. Еще спрашивает нас, тут пришла, да, на номер 2-3-0-6-1-9-1, это номер Ватсапа, пришло, значит, сообщение, при приватизации квартир наше государство должно было сделать капремонт всех труб, электропроводки, но этого не сделали, с оговоркой не было денег. Почему сейчас это не делается? Денег же полно в государстве. Ну, это, очевидно, отсылка, денег никогда не было так много, как сейчас. Ну, спросите, я хочу спросить, а кто сказал, что должно? Никто вам не обещал. Если вы посмотрите свой долгар купли-продажи квартиры, там написано четко и ясно, что вы ознакомились с состоянием приватизируемого имущества и покупаете его в том виде, в каком оно есть. Айвард здесь может сказать, может быть, я не прав, но, по-моему, такая фраза стандартна во всех делах. Конечно, стандартна. Это какое-то заблуждение людей, которые уже, наверное, 30-й год. Я уже думал, все забыли про это. Надо еще вспомнить это. Она была очень популярна в свое время, что государство нам должно отреновить, не только отремонтировать, а отреновировать. Было такое, я имею в виду, полностью отреновировать и тогда только передать квартиру нам. Да, ребят, никому никто ничего не должен. Была возможность каждому приватизировать квартиру. И Сергей прав, что вот типовые договора. Я в то время, еще в 90-е годы работал в комиссии по приватизации. Там четко и ясно везде было написано, что с какими отягощениями. В том числе, вот в всех договорах уже в то время было прописано также обязательства будущих владельцев квартир, что должны допускать к инженерным коммуникациям. И, ребят, еще раз, никто никому ничего не должен. Вам дали возможность приватизировать. У кого такая возможность была, была. У кого не было, ну, не было. Ну, это, к сожалению, государство. И, ну, точно, точно не отремонтировать, не отреновировать и так далее. Потому что вам передается в собственность квартира, и вы дальше и сами решаете с ней. Как вы хотите жить, в какой квартире, в каком доме, насколько энергоэффективно все в ваших руках. Еще раз, никто никому ничего не должен. Наверное, успеем еще последний звонок принять. Здравствуйте, доброе. Еще раз доброе утро. И последний вопрос я хочу задать про налог, про землю. Вот раньше он приходил отдельно, а теперь его включили. Например, нам упар в них включило уже туда его сумму в эту отдельной строкой. Подождите, это частная земля. Почему нам упар в них взял на себе эти обязанности? А может, человек не хочет частнику платить за землю? Может, он судиться будет с ним за такую непомерную сумму? Они взяли и вставили в эту сумму и пенни назначают. Спасибо. Минуточку. Не положили? Положили, к сожалению. Уже вот человек бросил. Скорее всего, здесь человек говорит не про налог на землю, а про арендный платеж на землю. Есть решение высших судебных инстанций о том, что независимо от того, согласны вы, уважаемый собственник, или не согласен. Но если ваш дом стоит на частной земле, то домоуправление обязано заплатить арендную плату, а вы обязаны заплатить эту сумму домоуправления. И здесь никакой дискуссии не подразумевается. Вещание Верховного суда никто спорить не может. Так что этот порядок совершенно законный, нечего пинять на домоуправление. Сегодня ситуация именно такая, что неважно, какое домоуправление, РНП, БАК-2 или, я не знаю, 3Х, если обслуживается дом настоящий на частной земле, есть договор, нет договора, неважно. Арендная плата, либо по определенным законам, либо определенным договорам, домоуправление должно оплатить. Здесь, наверное, радиослушатели смутило другое, то, что правление РНП просто поменяло политику выставления счетов за аренду земли, так как действительно оно раньше было в отдельном счете. И сейчас это все новое правление объединило, все в один счет. И выписывается все вместе, больше не отдельно, как это было раньше, отдельно про землю и отдельно вся коммуналка. Все в одном счете. Это, наверное, смутило тоже, поскольку можно было как бы оплачивать коммуналку, но не оплачивать из-за каких-то своих побуждений или отношения к этому. Не можно было, но часть людей не оплачивали эти счета, парень отдельный, которые были выставлены. А сейчас, получается, поскольку эта позиция включена в общий счет, тогда, получается, если не оплачивается, тогда уже не оплачивать весь счет или часть всего счета. Вот это, скорее всего, та эмоциональная составляющая, часть, что вызывает такую реакцию у слушателей. Но это все абсолютно законно и... Это законно, да. Это законно, и это вот даже новый закон, который стал силой в конце прошлого года, который определяет порядок. Также я хочу напомнить, что сейчас новый порядок гласит о том, что эти счета выставляются вперед. Не за предыдущий период, а уже вперед. Ну, вот за аренду, да, на земли? Да. Да, авансом на полгода вперед. Можно на два платежа поделить, но, тем не менее, это должно быть. Ну что же, я смотрю, что время нашей программы подошло к концу. Надеемся, что мы ответили на вопросы наших слушателей. Спасибо всем, кто звонил, кто писал. Напомню, что на ваши вопросы отвечали председатель правления ТОЦ, Центр консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко, и эксперт с опытом организации руководства частных муниципальных домоуправлений, в том числе РНП, Айвер Гонтерев. Спасибо большое нашим экспертам. До следующего понедельника. Всего доброго. Это была программа «Добро пожаловаться».